Александр Левченко Часть первая Накануне новой эпохи Протокол беседы с выжившими Выживший номер 13 Лиза Вэй, женщина, 29 лет Сержант полиции города Беркан, спецотряд Рубеж Лиза, расскажите, пожалуйста, где вы находились в момент блокаута? Меня с боевым звеном направили в оцепление поместья Ториан Вы имеете в виду то самое поместье, которое удерживали члены секты Ока Давидова? Да Нас прислали буквально в последний день, когда ситуация вышла из-под контроля Сколько вас было? Если говорить о всех силах, участвовавших в осаде То около полусотни сотрудников полиции Большая часть — бойцы спецотряда Рубеж Конкретно в моем звене было четыре человека, включая меня Если не секрет, то какую задачу поставили конкретно перед вашей группой? Ничего секретного Как только поступила информация о заложенных взрывных устройствах Мое звено подняли по тревоге Приказали надеть экзаброню второго класса и выдвинуться к месту проведения спецоперации Честно говоря, на мгновение я даже заволновалась Подумала, что нас сходу отправят на штурм Но капитан меня успокоил Сказал, что звено всего лишь должно усилить блокпост на дороге Шеф полиции опасался сектантов, оставшихся вне поместья Думал, они могут попробовать прорвать оцепление Или просто устроить какую-то провокацию в тылу Опасения были оправданы? Может, да, может, нет Черт их знает В любом случае, всегда надо готовиться к худшему Особенно, когда имеешь дело с религиозными фанатиками В общем, мы приехали на место лишь под вечер Нас высадили недалеко от стоянки журналистов и блогеров И в том самом месте, как назло, оказался тот козел Эрик Ричман Репортер Беркан-24 Все пытался взять у меня интервью Задавал тупые и провокационные вопросы Я еле сдерживалась, чтобы не послать его на три веселых русских буквы Простите, Лиза, я вас не понял О каких буквах идет речь? Просто я не владею русским языком Да не обращайте внимания Такая фигура речи от капитана нахваталась Ну хорошо А почему вы так негативно относились к тому репортеру? Или вы вообще журналистов не любите? А за что их любить? Эти хайпажорские крысы ничем не лучше тупоголовых блогеров Вечно суют нос, куда их не просят А чертов Эрик Ричман все нервы вымотал идиотскими вопросами О случае полугодовой давности Да как он вообще узнал меня в экзокостюме? Наверное, по личному номеру на шлеме Тринадцать Простите, это, наверное, не относится к делу, да? Давайте продолжим допрос Лиза, это не допрос Мы с вами просто беседуем Не берите в голову, доктор Я порой совсем забываю о языковом барьере Похоже, ваш ящик не так уж и хорош в переводе с фиарского диалекта на английский Стив отлично владеет всеми языками мира Но все же старайтесь говорить проще Желательно не использовать сокращение или же организмов Без проблем Буду стараться Спасибо, Лиза Вы упомянули случай полугодичной давности Из-за которого к вам пристал репортер А можно подробнее? Честно говоря, не особо хотелось бы вспоминать Но поскольку у нас откровенная беседа, то ладно Примерно за полгода до блокаута я принимала участие в спецоперации По нейтрализации вооруженного преступника Какой-то псих раздобыл древнющий АК-47 И начал палить по людям с тридцатого этажа коробки А, простите, я хотел сказать, жилого комплекса Псих что-то кричал про страшные суты, смену эпохи Разбрасывал из окна листовки Как мы позже узнали, он был членом секты Ока Давидова Собственно, после того случая полиция и решила вплотную заняться их деятельностью Похоже, тому парню сектанты серьезно промыли мозги А может, это был просто триггер для его больного сознания Кто знает Так, что там произошло? Простите, немного отвлеклась Наше звено отправили на задержание Мы облачились в экзоброню второго класса и поднялись на тридцатый этаж Лейтенант Купер вышиб дверь жилого модуля, в котором скрывался преступник И мы вошли внутрь Нас было четверо Командир, лейтенант Купер Я шла замыкающей Мы начали продвигаться по коридору, поочередно проверяя каждую комнату То и тут... Не знаю, как это произошло То ли нехватка боевого опыта, то ли моя беспечность Но когда я в очередной раз обернулась, чтобы проверить стыл Там уже стоял тот парень с направленным в мою сторону автоматом Скорее всего, он хорошо спрятался в одной из проверенных ранее комнат, и тепловизоры его не засекли Согласно должностной инструкции, я должна была выстрелить парализующим зарядом и обездвижить его Но по какой-то причине, сама не знаю по какой, машинально дала очередь боевыми Буквально в одно мгновение парень превратился в кровавый фарш А шметки разлетелись по всей комнате Черт! Какое же хреновое было зрелище! Я весь следующий день очищал экзокостюм от фрагментов его тела Да, Лиза, действительно неприятно И что было дальше? А вы разве не слышали о том скандале? Совсем за горячими новостями не следите? Я в тот момент был на полпути к Европе в гибернационной капсуле Так что извините, но эту скандальную новость я пропустил В общем, не прошло и часа, как изо всех щелей повылазили чертовы правозащитники И начали раздувать скандал Мальчику не было и двадцати От его действий никто не пострадал Вам ничто не угрожало в бронированных экзокостюмах Вы не имели права применять летальное оружие Ну и, конечно, репортеры на пару с блогерами не упустили шанс раздуть из случайности крупный скандал Еще бы! Такой инфоповод для них был просто подарком свыше И какими были последствия для вас? Да по сути никакими, кроме потрепанных нервов и выговора с занесением в личное дело Конечно, поначалу шеф полиции Диас хотел от меня избавиться Даже приказ об увольнении подготовил Но все офицеры рубежа встали на мою защиту, угрожая уволиться вслед за мной А капитан так вообще прикрывал меня как только мог На пресс-конференциях брал вину на себя В общем, выгораживал всеми силами Если бы не Кэп, я бы так легко не отделалась В итоге дело удалось замять Почему же шеф полиции не встал на вашу сторону? Да потому что он был тупым трусливым ублюдком Занимавшим свою должность благодаря покровителям с генеральскими погонами Все знали, что он коррумпирован, но ничего не могли с этим поделать Не удивлюсь, если именно он сливал сектантам информацию О готовящихся против них операциях А вот капитан после того случая Еще сильнее укрепил свой авторитет среди полицейских Он в очередной раз доказал, что ради нас пойдет на все Вы имеете в виду капитана Дениса Савина Лидера вашей общины? Да, именно его Мы между собой обычно называли его капитан Ден А ребята из других подразделений русский капитан Мы все обязаны ему жизнью Если бы не его жестокие, но, как выяснилось, единственно верные действия Никто из нас просто не выжил бы Я уверен, любой гвардеец общины готов рискнуть жизнью ради капитана А возможно и пожертвовать ею при необходимости Я заметил Многие из вас почитают Савина почти как святого Не боитесь собственными руками создать культ личности Так и до полной диктатуры недалеко Мне плевать, как вы на это смотрите Вас здесь не было, когда началась хренатинь со смены эпохи или как ее там Вы понятия не имеете, через что нам пришлось пройти, чтобы выжить в том аду Мы верим в лидера и готовы отдать за него жизнь так же, как он готов отдать свою за нас Простите, Лиза, я не хотел задеть вас Поверьте, нам тоже пришлось многое пережить, прежде чем попасть к вам Да, я в курсе Извините, не хотела грубить Капитан может показаться излишне жестоким человеком Но на то есть причины На его плечах лежит ответственность за всю общину Отнеситесь к этому с пониманием Конечно, Лиза Давайте сменим тему Расскажите, пожалуйста, о вашем первом контакте с инфицированным